Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю вести свою цивилизацию сборно-разборную к доминации в химмонкайне. Тут, конечно, не получится, это всего четыре эпохи, и, в общем-то, мы начнем эту серию именно с перехода в следующую эпоху. Я в конце прошлой говорил о том, что, наверное, стоит взять монголов, но проблема в том, то есть я бы ради вот этого юнита взял, но проблема в том, что вот тут, кстати, есть в этом проблема, что мне не пишут, где этот юнит появляется. Я не знаю, на дереве технологий, где он появится, в принципе. Я могу, конечно, предположить, что, наверное, где-то вот в районе кавалерии, скорее всего, но если он в районе арбалетов, то это будет круто. И, ну, соответственно, исходя из этого, и я бы принимал, потому что я сейчас возьму монголов, но у меня уйдет эта способность ускорять науку, которая у меня сейчас есть, играя за греков. Хотя у меня и так уже 178 науки, кстати. В принципе, неплохой такой прирост. Давайте еще раз глянем, какие тут способности у монголов, кроме этого. Ну, плюс 100% крозорой, то есть мне надо реально воевать. Автоматически апгрейдят обычные аванпосты. А, слушайте, тут еще аванпосты можно было апгрейдить куда-то. То есть не обязательно аванпосты было к городам присоединять, на самом деле. Ну, у меня, как бы, хотя вот тут уменьшается уже стабильность. Ого. Тут так серьезно начинает. Мне бы тут что-нибудь, конечно, на... А, я, потому что меня, кстати, разграбили вот эти stone rings. Это важная штука. Так, вот, я хочу посмотреть, что у меня на стабильность вообще есть. Ну, порт не особо мне сейчас надо. Интересно, почему мне на стабильность дают вот этот... Ну, тут плюс 20 стабильность от акведука, вот это круто. И плюс 5 стабильность в гарнизоне. Не, вот акведук, пожалуй. Давайте вот так сделаем. Дальше что? Игры провести. Но это не здание. Это вот просто постоянный эффект. Знаете, как проекты World Worlds. Old Worlds. Ладно, давайте я в Монголы пойду. Покажут ли нам мультик? Ну, просто это классный юнит. Он, конечно, слабоват, но он бегает на 6 клеток, стреляет на 3 клетки. Более того, я так понимаю, что он может атаковать второй раз. Ну-ка, еще два раза атакует. О, Люси переоделась у Монгола. Что, мультик показывать не буду тут в этот раз? Ясно. Первые дверы только показали переходы и все. Обидненько. Так, тут я разграбил. Или нет? Он опять починил, что ли? Я бы лучше, наверное, все-таки отошел. Потому что боюсь... Ну, то есть, если он убивает мой юнит, это такой довольно приличный бонус к счету войны. Так, здесь встану. Так, а где у меня вообще армия? Моя. А, это у нас с прошлым ходом закончилась битва, да? Наверное, не буду пока эту территорию объявлять своей. Какие-то средневековые пения начались, кстати. Обратите внимание, в музыкальном сопровождении. Посмотрите, другой этот. А, ну тут, парни, это не средневековье у нас. Так, а почему у меня до сих пор греки здесь? Не понял, я что, оставил греков? Подожди, какая-то фигня. Я почему-то не принял... Ну, смотрите, средневековье должно было быть. Так, подождите, что-то не то. Я почему-то не стал монголом, хотя был одет... Так, придется сейв, наверное, загрузить. Загрузил сейв, вторая попытка взять монголов. Выбрал монголы. Адопт. Переоделась. Подтверждаю. Остаются греки. Чё-то какая-то хрень. В общем, пришлось даже разработчикам написать. По этому поводу я там сейв приложил. Видео показало, что не переходит эра. Ну, и рассказываю, на всякий случай, тем, кто... Вдруг у кого-то подобное же будет. Хотя, я смотрю, тут прикольно вот у нас порт, да, но при этом вокруг вон какие-то лодочки что-то добывают. Значит, они мне посоветовали сначала походить тремя вот этими юнитами, которые у меня не похожи изначально были. Так, давайте вернусь сюда я собирался. Дальше этим сюда. Этим тоже дальше идём. Вот. Теперь мне предложили вступить в новую эру. Выбираем её. Значит, как я и думал, монголов. Получилось. И пошёл мультик. Вот. То есть, сначала надо было походить юнитами, а потом выбирать. Так что, если вдруг у вас вот подобное что-то будет, то есть сначала ходите юнитами, а потом уже... Ну, конечно, понятно, что это... Баг. Игра в раннем доступе. Отлично. Вышли всё-таки в Средневековье. Слава богу. Перестраиваются всё-таки. Одномоментно всё красивенько становится. Отлично. Так, ещё двое появилось. Прикол. Так, давайте теперь, что нам тут... О, повезло. То есть, это были затопленные земли. Повезло, что всё-таки я заплатил 60, и сейчас всё стало нормально. Хорошо. Так. Как тут у нас наша эта армия... Напасть на... Так, какой у нас счёт? Тут минус два идёт. А с этими ребятами, с Маурьями... Их тоже минус два. Ну, слушайте, я думаю, вот отступить и вылечить юнит, я бы, наверное, отступил и вылечил на своей территории. Чем вот с этим воевать. Тут вот у нас есть... Юнит, которого мы сейчас, по идее, должны мочкануть ещё. Прям может разделить. Я этого и этого бы догнал. Ой, 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 не туда нажал. Ладно, он всё равно, по идее, должен добежать. Ну, я не убью, он, скорее всего, отступит. Но это тоже... Отступил из битвы. Но это тоже минус ему к счёту. Так, почему этот не ходит? Странно, а почему это считается походившим уже? Я ж не ходил им. Так, этими давайте тут попробуем тогда его поймать. Соединимся в радостном порыве. Так, куда мне тут лучше идти, я вот думаю. Вот тяжело, конечно, видите, что я с двумя воюю. Такой широкий фронт. Но мне кажется, всё-таки надо на готах концентрироваться. И в данном случае, смотрите, где у нас дороги проложены. А дороги у нас, в общем-то, сюда ведут. Ну, блин, тут тяжело даже к этому городу будет возлюблено. Не знаю, может, в центре тогда. Ладно, давайте пока сюда иду. Стабильность снижается до 34% может. Но это вот из-за отсутствия, в общем-то, священного места. Она тут плюс... Плюс... Ну, нормальный плюс к стабильности, потому что ещё за счёт районов. Так, вот пропускаем. Опа. Тут мне больно навалять. Слушайте, а откуда у него... Я же смотрел, вроде, что, типа, он не может... Морские юниты. Может, для этого Кати-Порт не нужен? Просто, чтобы... Да, тут, наверное, порт не нужен для строительства морских юнитов. Ладно, поплыли отсюда. Так, сократим... Дорожку. Открытые границы я бы у него попросил. А, не могу просить... Смотрите, не могу просить открытые границы, пока у меня есть какие-то требования к нему. Хм. Прикол. Так, хорошо. Я бы поторговал медью. Слушайте, у меня все люксы, видите, отменились. Так, сначала хочу медь посмотреть. 250 череней. Мне надо люксами торговать. Явно... Вот... Со всеми этими ребятами. Так. Это дает 3 еды и стабильность. А 154... Давайте. Жемчуг. Не хватает денег. Так, эти все еще где-то бегают и живут. Фарфор могу купить. Фарфор могу купить. Что будет давать? 3 денег и 5 стабильности. Надо. Все просто все мои торговые каравани. О, слушайте, до троечки. Вот, блин. Знать бы, что этот бэджик означает. Ну, я просто решил, что не так мне важно две меди, чтобы эти юниты уникальные строить, как стабильность. Так, и что у нас тут дальше? Да, кстати, где мое этот... Этот юнит мой уникальный теперь... Монгольский. Хм. Может, он сразу есть? Что-то я его просто не вижу вообще. Так. Слушайте, может, он сразу доступен? Точно сразу доступен. Кайф. Ну, так... Ну, надо... Может, гоплетов пока отложить? А, видите, тут 5 жителей требует... Хотя, они есть. А, нет, ускорение 5 жителей. Так, хорошо. 4 хода. Ну, я бы, конечно, Монгольскую Орду, в первую очередь, строил. Давайте вот так. Ну, надо круг достроить. Значит, у нас без стабильности будет армия, но не будет стабильности. Зачем нам такое? Так, и здесь у нас что? Тут, наверное, еще одного гоплита доделаем. И тоже в Орду. Возможно, в этом городе нужно было бы сделать какое-нибудь производство в начале. Так, что-то я не посмотрел, куда они тут убегают. Ага, что за армия? Просто хорсмен. Окей, причем он как раз сейчас на моих копейщиков нарвется. Да, я в курсе. Кто ты считаешь, что ты? Позволь мне! Я долго слышу. Требует территорию. Территорию номер 99. Агрессивное отношение ко мне. Тут просто где-то скаут, по идее, должен быть готский, но он куда-то делся. Так, ну тут мы должны вообще его сносить, потому что... Он конкретно гоплиты, но он отступил. Логично. Так. Да, ну нам как-то вот тут надо концентрировать, очевидно, армию. Так, вылечиваются юниты за деньги. 60. Пожалуй, вылечу. И этого вылечу за 50-ку. И попробую сейчас вот эту армию... Ага, не вхожу. Ну хорошо, я нападу. Я подойду. И по идее... В битве... Вот и... Блин. Я выделил армию зачем-то. Сейчас надо соединиться обратно. Вот это и нападу. И по идее... Это будет участвовать даже. Но он отступит, скорее всего. А, нет. Нет, отступил. Блин, опасно по одному нападать, на самом деле. Ну ладно. Нет, я же тоже могу отступать, если в прошлый... На следующую ходку-то нападет на моего одного юнита. Я тоже буду отступать, например. Ну что, тут он готов драться? А, видите, не участвует вот эта армия тогда. Ну давайте попробуем. Там явно у него тоже какие-то... С этими реинфорсментами только вот это. А вот эта армия не участвует. Не влазит. А у него может быть... Ну давайте все равно подеремся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, сразу я второй раз схожу. Видите, тут больше получил урона. Ну да, все-таки у него нет никаких дополнительных юнитов. Он решил... Проиграть эту битву отлично. Меня это устраивает. Так, что-то нам перцы пытаются... Втюхать. Перса, сирийца, 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 первая, чтобы я отказался от всех своих требований. Цивилизацию, которую даже город не смогла поставить. Так, цена войны. Новый цивик. У меня есть очки? У меня нету цивиков. Нету очков цивиков, чтобы что-либо принимать. Поэтому... Поэтому нет. Так, ну... Смотрим, как у нас тут на счет это влияет. О, сразу минус 18 здесь, а у меня наоборот в плюс. Что у готов? Что там у готов? Так, хорошо. Тут объединим. Это у меня чисто скауты. Но это, кстати, хорошая ударная группировка в плане, что я могу тут забегать, грабить. И мне не так страшно будет какие-то... Если он какими-то армиями будет приходить, я могу и подраться в какую-нибудь битву. Так, давайте, наверное, сюда пойду. У нас, похоже, основные военные действия вот тут под пирамидами разворачиваются. Блин, кстати, я не посмотрел, сейчас в битве были пирамиды или нет. Прикольно, прям под пирамидами. Они, по идее, должны, знаете, так мешать, наоборот. Вот, быть таким мешающим пятном. Так, тут мы... Ну, слушайте, надо попросить все-таки открытых. Давайте откажемся от требований. И попробуем открытые границы. Отлично. Так, спасли кораблик, явно. Тебе вообще проверить, правильно ли тут прокладываются дороги. Ну, то есть, самое ли выгодное местоположение. Конечно, хотелось бы дороги прокладывать где-где ты хочешь. В том плане, что армиями где-нибудь становиться в таком месте... О, видите, он подходит. Но не напал. Ну, сейчас там будет наваляние. Так, как мне тут лучше подойти? Странное движение. А почему я не могу сразу сюда встать? Например, прямо просто пройти. Давайте я, наверное, вот так отойду. А этой армии сюда. Я сейчас попробую этой армии напасть сюда. Хотя нет. Чего этой армии нападать? Надо... Надо использовать... Да, вот так давайте. Это сейчас отступит. А теперь этим... Или нет, этим на эту попробуем напасть. Тоже отступил. И вот этим теперь на этого. А, блин, все, уже ходов не хватает. Чтоб по максимуму им минус сделать. А тут у нас обход происходит. Потому что они только один раз... Вы за ход один раз можете отходить. Вот этого мы сейчас уничтожим, по идее. Он уже не может отойти. Их надо вместе держать, потому что дает дополнительную силу, если юниты рядом. О, блин, куда он делся? Нет. Блин. Сейчас он будет от меня прятаться. А, нет, подошел. Так, имею я бонус? Всего лишь плюс один от фаланги. Ну, такое. Ну, неважно, все равно умрет. Я, наверное, попробую даже с той стороны подойти. А, тут даже зайти нельзя. Ну, ладно, все равно мухана. Сранно, у нее какие-то юниты, конечно, пока у Мауриев, просто какие-то скауты. Не, ну, Маурия что-то попутали, конечно, мне с меня требовать и войну за это объявлять. Готы хотя бы... Так, тут это третий город. Давайте сюда. Everybody has come for fighting. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Мммм... Смотрите, ни одного района не могу построить. А, тут стабильность очень... Так, слушайте, тут надо... У меня тут что-то было на стабильность. Вот, девять ходов. Интересно, а на стабильность как-то влияет победы? Смотрите, у меня вот уже в плюс пошло. Хотя вот плюс 35 от неизвестного источника. Стабильность от конфуцианства. Ну, вон, какой-то плюс 20 стабильности от юнитов написано. Плюс 20, плюс 10, плюс 5 и плюс 5. Мне кажется, это из-за битв, по идее. Так, пропускаем. Ну, из-за того, что я побеждаю в битвах, я имею в виду. Сколько у меня денег? 84. Торговать пока... В смысле... А, тут у него порт? Не-не-не. Зачем? Нам дали... Благородно проплыть. У него порт тут. Окей. Блин, а это что за фигня тут ходит броди? Откуда он тут взялся, скаут? Он вот тут просочился где-то, тварь. Сейчас будет опять грабить. Так, давайте-ка я... Все-таки построю одну лошадку сейчас, чтобы... Так, что открыли? Плюс 3 влияния, плюс 5 стабильности за каждый соседний... А, это квартал артистов, считайте. Столицу можно переносить. Интересно, на что это влияет. 5... Плюс 5 денег, которые генерируются от торговли. Круто. Так, он, вон, тварь уплыл. Так, ну что, мы тут продолжаем нападать? Очевидно. Так, у нас в армии может быть четверо только... Не, уже пятеро. Уже пятеро можно в одну армию. Ого, вот еще что-то прется. Вот это уже что-то интересное, да? Два мечника и два копейщика. Вот это уже можно побиться, да? Так, давайте, наверное, этих в одну армию. Блин, почему 0,6? Почему? Почему это как будто уже походил? И этот как будто походил, не пойму. Что-то непонятно. Ну, тут понятно, потому что я объединил только что юнита. Почему вот эти считаются походившими? А-а-а, блин. Не, подожди. Если это из-за того, что типа они участвовали в бою, то как бы там чувак же отступил. Я вот этим нападал. Вот тут я согласен, что это походивший. Но эти как бы были дополнительными силами. То есть, если это из-за этого, что они походили, ну, это неправильно тогда. Типа, они были как дополнительные юниты, понимаете? Ну, что, туда дальше? Я вот не знаю, стоит ли мне так фалангой прям нагло идти. Но я, наверное, тут сейчас разграблю. В всяком случае, попробую. Тут вообще скоро чувак не захочет больше продолжать. С Готами посложнее. Ну, да, сюда пока пойду. Интересно еще, как дороги действуют на соперников. То есть... Как... Ой... Знаете, все равно пограблен. Пускай нападает. Посмотрим. Поехали? Да, сэр. Так, что у нас тут? Города растут. Оба. Блин, тут уже 16 населения. Блин, тут уже скоро все ячейки будут заполнены. Может, тут на производство все-таки что-нибудь построить? У нас есть что-нибудь, что дает именно производство от ячеек, от жителей. Так, 5 производств от каждой меди. За соседство... Так, нет, это не то. В лесах тоже не то. Вот, не хватает тут, конечно, вот, например, видите, пишет, плюс одно производство от гор. Каменных полей, каменистых полей, да, ну, в смысле, вот, я вам уже показывал, где тут оно. Да, вот, видите, вот они, Стоунфилд. Но дело в том, что я не могу все равно, даже визуально, когда я вижу, где они, я не могу все равно понять, какие конкретно... Ну, вот, да, вот эти горы вот я обрабатываю, да. Раз, два, три, четыре... Это гора? Нет, это вулканическая. Вот три, да, то есть вот отсюда я получу по плюс одному еще. То есть это плюс три производства. Производство, но в принципе, то есть, мне кажется, что вот тут должно быть, например, в скобочках написано, что вы, построив эту фигню, получите столько-то производства. Конкретная сумма. Потому что так визуально, конечно, тяжеловато. Плюс два слота для работы. Мне, наверное, вот это надо, водяную мельницу построить. И плюс одно производство на реках, но тут, правда, у меня рек нету этого. Хотя вот, но тут буквально несколько... Хотя... Да, вы знаете, это хорошее будет. И вот плюс одно производство от рабочего. То есть это мне даст плюс шесть производства, например, да. А это два слота. Я бы, наверное, вот эту сначала все-таки сделал. Потом эту. Давайте вот так. Тут, потому что, ну, как-то медленно очень коники создаются. Так, кто-то что-то выполнил очередное. Двое нашли вот это чудо. Ну, потому что один вассал, другой сюзерен. То есть они у них совместное... Вот даже за эти 50 славы за то, чтобы иметь ядерное... А тут будет ядерное оружие, ребята. Можно будет побросать ядерки. Так. Видите, за монголов главное это убивать юниты. Собственно, чем я и занимаюсь. Поэтому и взял монголов. Так, у трех империй изменилось ко мне отношение. У готов агрессивное. А, они требуют предложить сдачу, предложить Белый мир. Да ты охренел вообще. По-моему. По-моему, кто-то охренел. Слегка. Я бы даже сказал... Попа слипнется. Ммм, какой обход пошел. Ну, интересно, куда это он вообще прется. Видите, тут решили... А он объединил войска. И мы благополучно 144 монеты добыли отсюда. Ладно. Давайте валить. Там какой-то странный обход идет. Читон где-то вот тут, да? Ну, нам надо сюда, видимо, тоже идти. Чтобы следить за парнем. Читон, куда это вообще идет? Читон. Надо ловить таракана. Так. Здесь мы вот это разграбим. Ну, я даже не знаю. Давайте, наверное, этим вниз побежим. К этой армии. А тут постоим пока на... На страже границ. В каком бы месте мне встать получше? Тут, естественно, надо на вас вот сюда давайте. Высоко сижу, далеко гляжу. Так, тут позади хочу встать. Потому что там у него, я видел, два пикинера. То есть у них бонус будет против моих ребят. Зачем мне это надо? Так, тут вообще чуть-чуть осталось дожать. Маурьев. Мои инстинкты были правы. И не слишком рады, чтобы бежать. Блин, чё он... Как бы вот от ассирийцев избавиться? Так, ладно, хочу поторговать. Что тут у Вавилона? Ну, благовония, по-моему, там фигню мне, как бы, будет давать. Не изменяю. Да, пять денег за каждое благовоние. Ну, не знаю. Везде 237. О, тут 173. Поменьше. Так. С этими, что... Жемчуг... Слишком дорого. У этих. Ну, это я уже и так имею. Ну, не знаю, благовония поторговать. Или всё-таки медь. Там медь была... Ну, а с другой стороны, надо ли мне... Я ж не буду эти юниты строить, правильно? А благовония хотя бы... Хоть что-то дают, типа, стабильности. Поэтому, наверное, давайте благовония. Знать бы ещё, что эти бэджики дают, да? Ну, это явно за то, что я торгую. Помните, там были бэджики за... Может, тут где-то видно. Нет? Так, это культуры, которые можно принять. Неужели я не только милитаристы... О, что я тут могу как милитарист поднять армию резервистов? Ну, это у каждого как-то склонности, да? Вот помните, учёные могли на пять ходов в городах запустить производство в науку, да? Здесь я могу незамедлительно поднять армию полную юнитов ополчения. Но это будет стоить пять населения в городе. То есть я вот, например, выбираю город. Это нажимаю. У меня тут минус пять населения, но и при этом пять юнитов ополченцев. Блин, как же этот бэджик-то увидеть? Его силы милитарист. Кстати, у него такие же способности, как и у меня, по идее. У монгола. То есть плюс сто процентов к разграблениям. Они никогда не сдаются. Они никогда не сдаются. То есть не примут, когда даже я это сделаю. Хорошо. А у этого парня еда, производство. Такуют всех, кого видят. Но этот хоть сдаться готов, например, будет. Никак бэджик не посмотреть, да? Ну, то есть я жму всеми кнопочками, как вы понимаете. Никакого всплывающего окна нет. Ну, это лог ваших отношений тоже, кстати, удобная штука. Так, тут я пропускаю ход. Я хочу тут стоять. Этот скаут поплыл отсюда. Кстати, я могу напасть на него. Но мне, наверное, стоит подержать юнит тут. Тем более я не хочу, чтобы меня лошадей разграбили, например. Ну, то есть он приплыл по морю вот так, этот скаут. Просто вокруг этого континента сплаваю. Гляну. Так, следим за перемещениями. Знаете, если вдруг кто не понимает, тут ходы одновременные они по очереди. Это вам, возможно, кажется, что они ходят как бы после меня. На самом деле они ходят в начале хода сразу. Тут ходы одновременные. И поэтому, например, они иногда отступают, когда к ним подходит. О, странно, ты сюда забежал? Конечно. Что, будешь биться даже? Офигеть. Ну, давай. Так, лучников надо на возвышенность. И за мечниками. Да, лучники уже слабовато бьют, конечно. Конечно. Ауч. Слушайте, так эти ребята... Подожди, это те, которые следующие после скаутов? То есть у меня такие же. 26 сила. Почему... Почему у лучников минус 3 за пересечение реки? Причем тут... Как на лучников река может влиять вообще? 2580 репарации. Знаете, я бы согласился и на готах сосредоточился. Честно. Честно. Простите, а я вот там грабил... Ой, я отказался, что нет? Наверное. Тут я разграбил, да? Тогда, наверное, да. Можно соглашаться. И я бы чисто с готами тогда. Или, блин, я отказался случайно. Так. Нашли... Нашли подводную пещеру, полную сокровищ. Профессионалы. Я думаю, что давайте профессионалы пускай исследуют пещеру. Я думаю, побольше нам всякого прикольного выпадет. А, не, могу принять. Ну, наверное, давайте. А, еще могу потребовать стать... Или он станет вассалом. Нет. Стать вассалом моей империи. Почему-то не могу это выбрать. Что, реально даст 2580 репараций? Офигеть. А написано, никогда не сдаётся. Заставил чувака. Ну, теперь прям торговля должна процветать. Давайте. Всё-таки медь поторгую. Так. Я хочу проверить. Ну, правда, на благовониях это не очень получится. С этими можно поменять на торговлю тоже? Он не согласится, походу. Ну... Нет, неинтересно ему, да. Четыреста шестьдесят пять. Что будет дополнительно? Ну, не важно. Торгуем. Так, чай. Двести пятьдесят шесть. Двести пятьдесят шесть. Абсолютно одинаково. Плюс два процента еды за каждый чай. Ну, то есть будет просто два процента еды. Интересно, а вот это на каждый город? Вот я сейчас... Знаете, что я хочу проверить? Вот смотрите. Это растение даёт плюс три еды от главной площади, да? Давайте просто... Значит, заходим в город. Смотрим. Откуда у нас еда идёт? Вот плюс две еды от чая. А почему от того растения нету еды? Может, здесь как бы просто плюс девять? Там, где плюс девять, то есть тут сюда плюс два. Сейчас, кстати, проверю здесь. Будет тут от чая что-то? Да, и тут от чая идёт. Отлично. Просто имеет ли смысл несколькими... Плюс два денег за каждый жемчуг от каждого торговца. Но это которые не за караван имеется в виду, а за жителей, которые... Так, тут нету у меня. Вот. Тут они должны давать... А всё-таки идёт, смотрите, плюс пять денег от благовоний. Тогда я не понимаю, вот от этого сейджа почему не идёт еда. Потому что там благовония... А, там от каждого благовония просто. Ну вот на благовониях можно проверить. Добавить, например, ещё одно благовоние купить у Вавилона и... Посмотреть. О, что-то я с мая вообще не торгую. Ну вот, давайте у них благовоние, например, купим. Посмотрим, будет ли оно складываться. Так, двести двадцать один. Вот у нас два благовония стало. И... Да, складываются. Так что просто каждый ресурс тот же бонус даёт и добавляет. Класс. Мне нравится. Так. Ну тогда чай надо взять. Он процент к еде даёт. Двести семьдесят, двести семьдесят. Плюс два процента к еде. Ну... Слишком ли это всё круто? А этот даёт... Плюс одно золото в тех районах, которые производят золото. Потому что у меня нет помощи таких районов. Так. Так, здесь я всем поторговал. Мрамор. Да, мрамор. Должна быть крутая штука. Плюс два к производству за каждого... О! Это круто. Ну-ка. Ну-ка. Тут ещё, наверное, как-то на рабочих надо смотреть. Тут, видите, так как это на рабочих влияет, то как-то на рабочих надо было сначала посмотреть. То есть, тут на самом деле четыре производства от рабочего, а стало шесть. Только жалко, это никак не отмечается здесь. Это тоже... Конечно, благодаря этой дани мы тут неплохо. Так, давайте-ка мы его окружим, чтобы ему некуда было отступать. Все равно вниз. Блин, надо было отсюда ещё подойти. А, тут я уже подошёл этим. Так. Первые кешики появились, которые на самом деле Монгольская Орда называется. Так, ну нам надо как-то... Ну, он отсюда может только сюда вверх пойти. Или тут можно спустить? Нет, тут нельзя спуститься. Давайте вот тут патрулировать. Красивые рыбки плавают. Ну, наверное, можно уже вниз бежать. Так, тут, наверное, уже стабильности должно быть завались. Восемьдесят семь и стремится к ста процентам. Восемьдесят четыре и стремится к ста процентам. Тут низкое, потому что был завоёван, но стремится к шестидесяти восьми процентам. Я могу собрать двадцать еды и ещё одну эту за прикол. А это было написано в способностях? Да, вот написано. Собирает еду через бит... А, то есть, когда вы воюете этими ребятами, они собирают еду. Слушайте, это, кстати, напоминает мне в Endless Legend этих пожирателей, как они там назывались. Пожиратели, по-моему, назывались. Демоникс любил играть за них, кстати. Привет ему ещё смотрит. Это реально пожиратели, которые после битвы кучу... Если побеждали, я там, конечно, пожирали врагов и, соответственно, все юнитов делали. Так, валим отсюда, да? Ну... Ну, нам надо как-то снизу, вот именно, не знаю. Или этих тараканов поймать и тогда отсюда... Вообще, в принципе, конечно, отсюда лучше ударить и прямо по хатусе. Сейчас посмотрим, куда этот побежит. Угу, возвращаемся. Так. Давайте я... На него... Ага, не входит армия. Давайте подойдём. Так. Теперь сюда... И сюда. Чем лучше атаковать? Наверное, этими нападу. Но ему просто уже... Он не может отойти вообще, в принципе. Эти будут потом подходить постепенно. Ему даже деться некуда тут. И он не может юниты расставить. Это, кстати, хорошо, что так делается. Я его окружил, и он... Не может даже всеми юнитами сразу воспользоваться. Всё. Победа. А, не, слушай, а что это он тут стоит? Ще за фигня? Не понял. Нет, всё-таки чё-то... Чё-то у них тут... Бога, ну... Ты надоел, как бы тебя убрать? Да, слушайте, монгольская орда это явно очень круто будет. Ты должен быть из твоего моря! Да, надо же какие-то территории захватывать. Так, а почему мне через океан почему-то предлагало плыть? Кстати, видите, когда я отказался от его сдачи, у него добавились очки. Видите, плюс 20, если отказался... Да, кстати, тоже логично. То есть, они предложили сдаться, я отказался от их этого, значит... Чтобы каждый ход не было возможности предлагать. Так, вот эти наши очки собирать. Я хочу готов завоевать. Какие-то там движения юнитов у готов. Открыли пикинёров, открыли арбалеты. Могу апгрейдить юниты. Так, могу я всех сразу апнуть. Неужели по одному? Так, давайте глянем разницу. 32 силы, 4 перемещения. Но пропадает, видите, бонус от фаланги. А это 21. Ну, слушайте, сила всего лишь на плюс 3, да? Против кавалерии всё то же самое. А, кстати, у этих не было бонуса против кавалерии у фаланги-то. Блин, я бы лучше... Это у нас кто? Готическая кавалерия, 31. Бонус, когда грабят и воюют во вражеских... районах. Ну, не отступают. Видите, тут одной армии бегать тяжело. А, нет, решил не отступать. Отлично. Отлично. Интересно, иконку арбалетов. Конечно. Э, ты куда делся? А вот ты где? Так, как у нас... Слушай, а почему он вне поля зрения не понял, как это? Ну, тут показывают, вот видите, вот тут не будет видно, когда красным подсвечивается, вот мигая, отсюда я смогу выстрелить. Только не очень понимаю, почему вот отсюда его не видно, а отсюда видно. Как это? Что-то больно, подождите, подождите, подстоим. Да, там кавалерия. Какая-то мощная кавалерия. Какая-то мощная кавалерия. Видите, он атакует это, потому что он ниже, и он ему больше урона наносит. А, нет, уже походил. Так, ладно. Ловим этих тараканов. Давайте посмотрим, куда он будет отходить. Отлично. Ну, то есть, как я и говорил, он только один раз может отойти. И сейчас мы его там и оприходуем. Блин, опять у меня все поучаствовали. Не слушайте, ну это какой-то бред. Как мне его достать? Во, достаю. Сейчас посмотрим кешиков. Ну, кстати, не факт, что я пойду. Ну, вообще выглядит, что как бы сила у меня выше. Давайте смотреть. А, тут у него... Блин, он только на две клетки стреляет. Тогда надо отсюда. Ну, вот минус у этого, что он на две клетки стреляет. Зато два раза, и просто сразу минус юнит. Ну, тут почти кати ваншот был практически. И тут еще и армии будут эти все подходить. Я просто думаю, что стоит именно кешиками убивать, потому что это способность на еду. Мне просто интересно, как это будет работать. Так, во, уже два, слушайте. Он был один, набрал еды, стало два. Кайф. Это что-то очень мощно. Феодализм откроем. Как тут у нас юнитов? Ну, мне кажется, надо кешиками вот отсюда удар делать, да? Вот так. А этими юнитами просто снизу грабить. Интересно, за кругосветку что-нибудь дадут? Есть тут такое? Письменность открыть. Высадиться на незаселенном континенте, но такого не будет. О, угу. Вот, 80 дней. Кругосветку сделайте. 150 очков славы. Кстати, а что у нас по славе-то? Ну, эти ребята недалеко. Но в третью эпоху только я вышел, как я понимаю. Остальные пока... Хотя нет. Да, ацтеки. Этот вышел тоже в третий год и стали ацтеками. Они уже ацтеки. И вот этот желтый еще вышел. Франки. Так что я зря сказал, что только я вышел. Только вот этих ребят нельзя ворду... О, смотрите, тут уже по два хода строятся. Улучшилось здесь производство. Отлично. И давайте-ка-то здесь тоже на производство построим. Нет, не это. Вот это. Тут тоже реки есть, по-моему. Хотя тут с рекой, по-моему, только один этот соседствует. Тогда вот это. Сейчас, отменю уже эти фаланги. Да, потрачу производство, к сожалению. Ну, что поделать. Так, а что у нас статуя Зевса дает? Не, ну пока... Че мне смотреть? А пока юниты стоят. Да, и обратите внимание... Я не помню, кто-то мне написал в комментариях совершенно верно или... Не помню, кто мне написал. Это... Почему... В играх от Amplitude, в принципе, возможно играть одним городом. Ну, в том случае, я тут двумя, даже тремя, потому что я его захватил. Ну, предположим, даже одним городом. Потому что в той же Циве, предположим, каждый юнит, ну, как минимум один ход строится. Вы не сможете, даже если у вас перебор производства, юниты строить быстрее. А в играх от Amplitude и в Humankind то же самое. Вы сможете несколько юнитов за один ход построить даже в одном городе. Зависит от количества производства. То есть, если, например, один юнит 30 производства делает, а у вас... Ну, требует. А у вас 60 производства в городе, то вы построите два юнита за один ход. То есть, вполне рабочая высокая империя. Блин, как бы так сделать, чтобы нападать, не используя юниты? То есть, у меня перестают ходить юниты, если я сейчас нападаю. Вот это проблемка. Так, кешиками поехали сверху. Я думаю, что у меня даже этих трех кешиков это уже будет для готов трындец просто. Ну, там слоны. Готская кавалерия. Да? Ну, а им мечник. Я, наверное, сюда встану, чтобы дальше смотреть. Так. Здесь еще кешик. Кешиков всех туда. Пикинеры. Сюда подходим. Этими парнями бежим. Дальше. Так, наверное, пикинерами нападу. Отступил. И вот, видите, вот этот юнит уже как бы походил. Типа, типа, поучаствовал в бит. Как бы так нападать, чтобы это не считалось как реинфорсмент. Да, блин, че я выделил случайно. Так, че-то мне эта армия под границами не нравится. Мне бы, конечно, с этими ребятами... Два хода. Какой-то мир заключить, что ли? Через три хода беджик пройдет. Но если бы еще знать, что он дает... Было бы намного лучше. А, слушайте, а вот тут-то большое расстояние. Тут континенты близко. Причем у них такой узкий континент. Производство. Дальше продолжим Орду фигачить. Блин, может какой-нибудь на юнитов здание... Тут, ну, тот же район, например, монгольский организовать. Что вот эта Орда дает? Автоматически апгрейдит обычный аванпост. Можно... Может строить уникальный юнит культуры. Не может быть присоединен к городу. Не очень понимаю. То есть, это вместо аванпоста, что ли, строится? А, я понял. То есть, вы строите его вместо аванпоста. Почитайте, а где у нас вообще? Вот же у меня аванпост. И юнит имперос не в городе появляются, а в этом месте, да? Пройти. Ну, я же... Это уже не аванпосты. Это уже присоединенные вроде как штуки. Знаете, что мы выиграли войну? У меня города лучше развиваются. Что-то не понимаю, как это эта Орда, как этот уникальный район работает. Это, видимо, место все-таки аванпостов. Ну, почему он как район здесь? Выступает. Хорошо. А что у нас... Какие у нас здания на инфраструктуру? Watch Tower. Ну, это для защиты. Нафиг надо, я считаю. Бараки. Производство юнитов на 5%. Ну, у меня как бы производства и так дофига. Не, пожалуй... Пожалуй, нет. Продолжим Орду. Фигачить. 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 Фигачить! е на это так и оставлю мне надо подойти немножко вот так сделаю слабенько бьет потому что не на возвышенности вот этим давайте начнем минус swordsman уже походил считается я хочу добить уже этим мне кажется но как-то влия до 4 стала блин я офигею просто с этой орды мне кажется тут кто-то готовится мстить альянс пожалуй откажусь the world is full of new opportunities is it not here my proposal мост говорю не 645 денег пускай пока будет этом и на апгрейд и на лечение на все за районы интересно тумулус какой-то обелиск богов но это какие-то уникальные районы состоит армия какая-то и тут зажать а этими добить этих ребят те уже авто авто бюджет тут очевидно победа а могу же потребовать отдать мне хатусу я здесь почему два раза написано даже три раза написано что это почему три раза но мне пока мало тем более что я хочу тут вот это понабевать так civic открылся плюс 50 процентов денег от разграбления но минус 4 силы после разграбления либо минус блин у меня способность с другой стороны на разграбление все сейчас странные какие-то цивики да но это вообще приведет плюс 20 с процентом стабильности в городах 1 вот это прямо sky минус будет мне нравится мне вот это что тут какие-то войска собираются по мою душу явно с другой стороны с моей ордой у меня уже тут 5 их слушайте ну это какой-то этот это чуть на самом деле мне кажется ты просто даже можно их перестать уже строить они будут сами пополняться получается и все больше и больше делаться или поднастроить еще все таки мало армии не бывает да маури остались маури кстати о колонию можно будет делать смотрите новые возможности маури остались маури ими звездочку первую получил в этой эре все он мне все таки объявил войну нет подождите это 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 готы предлагает но нагрессив так ну давайте давайте мне за это заплатишь предположим нет я как бы уже не боюсь его пускай он собирает армию хочет пускай нападает так это тут на меня напали минорная фракция какая-то получил 20 еды но ведь у меня нету места в армии куда нового пихать военная звездочка 297 297 то есть можно радостно все эти районы грабить так слушайте а во что это мне мечников проапгрейдить вот я бы следующее что нибудь открыл не наверное эти вот great swordsman сюда пойдем так так о боже вот ассирийцы так ассирийцев надо заканчивать и с и 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 от компьютера он когда в прошлом знает что у меня тут нету юнитов и знает что я щас юниты не строю взял высадился скаутом нормально земля и свобода новый цивик открылся опять же я пока цивиков нету общая земля либо частная собственность назовем так создание вон по 120 процентов дешевле тут просто ничего он не солнце веков нету чтобы принимать с верой я стремлюсь первым сделать кругосветку так и что у нас с войной пока только хатусу да и вот я уже могу потребовать чтобы он вассалом моим стал например но мне пока этого мне все еще мало и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, эти ребята будут тут стоять у меня ДимаTorzok Ну что, поставить может тут аванпост? В этом районе то, что готы разграбили Ну, странно, а тут Даже несмотря на то, что рядом побережье, только будто океан сразу начинается О, к ста процентам стремиться Отлично Да, районы тут, конечно Тут, наверное, только если этот Порт А что, вообще я порт не могу тут построить? Хм Странно Может, потому что жители нужны? Наверное, жители нужны Так, слушай, тогда мне найду что-то Плюс пять еды Плюс у меня фермеров Нет, у меня просто ноль жителей Тут как бы Две еды от реки Ее нету Плюс три Ну тут, похоже, надо вот этот фист провести, чтобы хоть кто-то появился Плюс два Нет, давайте фист Ну, это пир Что-то я не заметил, что у меня тут ноль жителей Как город развивается, фиг знает Так, ничего, я смогу тут доплыть Куда надо Здесь какая-то армия против моих кешиков вылазит Так, тут дальше поскакал О, это чудо какое-то Да, это храм Артемиды Вот оно Просто не видно было Грабим Не можем разграбить, потому что не... Ага, у нас тут кто-то стоит Атакуем Блин, потеряю Все, потеряю Я, да Блин Блин Какой-то засушливый Этой появились Еще цирик Секуляризм Или государственный атеизм Ну, опять же, ничего этого я не могу принять И вообще у меня на религию тут не очень С религией С религией Поэтому Так, как у нас тут дела Это почему у нас Три хатусы в списке Хатусы в списке Хатусы в списке Не хочу чай Пока-то я не хочу тратить деньги Ни на что Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а где... Все-таки еще Юниты ассирийцев Мне интересно Если они, конечно, есть... Все разграблено... Да, погибло... Беремо... Эх... Торговец из Афара Кто-то стучит в ворота Хаудзинга Требуя аудиенции Они говорят, что Прибыли из далеких земель Прошли многие лиги Они требуют, чтобы... Торговля была... Нет, они предлагают, чтобы торговля была более прибыльной Ну, то есть, разрешить ли иностранцам торговать у нас? Я думаю, что да Странно... Перестало... Будет видно, отдать Хатусу Будет видно, отдать Хатусу Тотальное разграбление Да Окей Требуя 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 Монгольские орды Прям накатывают на ацтеков Они же готы Они же... Блин, а жалко, что тут не пишут, кем они были до этого Я не помню, как гу... Нет, не гунами Окей что не вижу как-то менялась сила юнитов был записан после разграбления минус будет какой-то странно конечно ордой осаждать город но мы это сделать я вообще могу захватить посмотрим как она будет выпить все еще 10 культуры кстати в связи с этим может или полностью по захватывать нафиг год об суду вы делать его вассальным не делать отдать хатус хоть она уже моя я не хочу чтобы он воевал с готом с ацтеком гота ацтеки да открытые границы с цивилизациями с того континента вообще без проблем для что шафранк эти полу что-то прикольное дает я бы еще одну взял да плюс 2 еды 414 я только что неплохо денег так и вот это по моему неплохо а плюс 1 деньги от районов которые производят деньги мне нафиг надо давайте я наверное тут этот поставлю ну то есть чтобы объединить эту землю получается вот это пустая территория кстати вот это тоже уже пустая территория ха что же тогда с храмом артемиды он как бы работает или нет пустая потому что я тут разграбил очевидно этот ну административный центр административный центр административный центр так можно свой тогда поставить да вопрос где можно к тому городу присоединять сюда наверно культуры дофига на самом деле это влияние точнее влияние давайте чудо уже построим тут производство еще одно и чудо так притя что она дает вера плюс 40 стабильности 10 процентов денег за альянс 10 стабильности все на стабильности веру давайте вот может рядом с этой священным местом нет жителей по ходу девать некуда все равно то что я там юниты строю да давайте на науку попробуем так наука за население за каждого ресерчера кстати можно это поставить дальше плюс два слота плюс пять науки и райончик плюс девять да слушайте это вообще может быть научным городом у меня а где я хочу тут поставить и он пост больше юнитов а потому что один юнит умрет ладно сейчас подумаем да почему этот то походил да ё-моё как он же не участвует какой-то у них баг с битвами тоже есть очевидно давайте тогда подождем с этим объединиться чтобы ван пост ставить где-то тут юниты видел вон они сюда поскачем хочу ацтеков вынести а этих ребят вассалами сделать потом так очку цивиков получили право на землю давайте общая земля мне нравится плюс 20 процентов к производству блин какой-то появился этот руинка какая-то если города я могу уничтожать или только захватывать вот эти я в хатусе ничего не могу построить или могу нет не могу скупирован территория думал за день это и блин еще создал тут конечно трындец этими монгольскими юнитами я думаю что это слишком круто конечно не знаю кстати выгодно ли вообще захватывать работ к себе присоединяем уже это типа другая цивилизация будет у меня в городах ничего не строится этой явно снижение стабильности очевидно должно быть ну пока в этих городах нет но общее точно наверно будет фиг знает столько ресурсов у этих готов от стеков было просто вал так у меня 2700 денег поторговать но я могу отказаться и у меня война объявит нет давайте подождем сейчас мы с ацтека готами закончим вавилон с самого начала все вавилон и вавилон я чуть не открывается странно а вере дженера с попоза ну да ладно за сотню давайте откроем и лиза сам так что у нас с мая отлично и поторгуем чаем всем буду торговать так и кто-то у нас еще вот этот кайф меня там столько капает всего 7 производства ацтека готы умирают васюка не вашу ка не интересно как теса когда будет каши на русский переведено как это будет все выглядеть так я хочу здесь просто как где я где-то уже один раз тут вставил по удавайте вот сюда так сколько тут городов осталось вот этот а и все и только юниты вон сверху отлично переводим всю остальную армию теперь в сторону альмека мауриев а а О, первый житель появился Тут теперь, наконец-то, будет расти 14 ходов, правда Так, ну что-то надо на еду опять Так, нужен Все равно не понимаю, почему я порт не могу построить А, потому что почему-то границы Не охватывают То есть все границы Внутри Да, ну это странно Давайте теперь на еду построим А, будет минус еда Прикол Я могу только вот тут вот рядом с городом Строить, к сожалению Ну я даже не знаю тогда А в центре города на еду Как бы мне тут ничего Просто 5 еды за лошадей А у меня нету лошадей и нету фермерских То есть это просто ничего не даст Это две еды с каждого Ну, кстати, вот это можно Да, это можно Две еды от реки не будет работать И три реки Три еды от реки И Одна еда от реки И три еды от порта Тоже не будет работать Пока только вот это Только амбар могу построить и все О, ассирийцы Опять Как их поймать-то наконец Плюс один слот Теперь могу армию из шестерых делать Что там забитого? Главное с кем Главное с кем А, это какие-то Ну, это какой-то аванпост Минорной фракции Да куда ты поб... Полин Я так понимаю, что пока тут Есть юнит Культура не исчезает Потому что в случае С готами Я все уже захватил у них А вот тут у нас есть тараканчики Бегающие Ну и, собственно, и ассирийцев Тоже тут Есть О, мы получили профит Пятнадцать монет Плюс пятнадцать монет в городах За счет этих торговцев Иностранных Так, что у нас дальше Открывается Дальше Давайте вот Новые лодочки Нормально будем плавать Хотя бы Так Тридцать семь сила Двадцать семь Ну да Эти Эти получше мечники будут С этой стороны Ассирийцев ловить Смотрите, я вот Смотрите, вот я сейчас нападаю Да, видите Вот эти армии Не входят Не, и дай бог они сейчас Не будут ходить После того, как этот ассирийц Отступит Ходят, слава богу Здравствуйте Теперь с меня Сирия девятьсот монет требует Слушайте, а я не в войне разве С Сирией Давайте ему войну объявлю Прикол будет Если ассирийцы То есть я вынесу От стека готов Но ассирийцы все еще будут Это просто будет Какой-то прикол Так, две звезды О, отлично Поделиться картами с Майя Круто Ну-ка Ну, не то, чтобы они Много исследовали Прямо Смотрите, тут еще какой-то Континент есть То есть тут вот Еще какой-то континент Явно О, а эти кем стали? Норсменами Угу Так, у меня нету очков Принять я могу Рабство Либо Криминальные То есть, ну, тот, кто Нарушил закон То становится рабом Либо сыновья и дочери Врагов империи Становятся рабами Плюс Плюс одно производство От кварталов Артистов Либо Плюс одно население За каждое разграбление Тоже прикольно Ты видишь Тут куча На самом деле Вариантов развития И что делать То есть, это вот Явно надо для Военной Цивилизации Принимать Так, ну, я не знаю Что мне тут А, так все Реально, смотрите Уничтожено Ребята, я уничтожил От стека готов Она уничтожена Полностью А сирийцы все равно Где-то ходят Это прикол Ну, я на этом серию закончу Если увидите Где ассирийцев Скажите мне Сообщите Я их добью Но это просто прикол То есть, они просто ходят И даже Город нигде не поставили До сих пор И, кстати, они даже Сейчас наберут 8 звезд Для того, чтобы В следующую эпоху перейти При том, что у них все равно 20 славы Не знаю, как они набирают А, я знаю, как они набирают Я вспомнил Тут Вот такая штука есть Competitive Spirit AeroStar То есть Даже Если вы не выполняете Никакие вот эти штуки Но вам все равно Надо в следующую эпоху перейти То есть, в зависимости от того Сколько ваши Как ваши соперники Развиваются Вам тоже дают звезды Вот эти вот И, соответственно Вы все равно Выйдете в следующую За счет этого Ассирийцы, кстати Получают звезды Да Кстати, тут чудо какое-то строил Запретный дворец Ладно Играйте в умные игры Спасибо, что смотрите Минус Одна цивилизация Уже на карте Всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока